Ну хорошо, значит, еще раз всем добрый вечер, и мы с вами продолжаем нашу студию. В прошлый раз мы говорили о Слома и Бангбероле и прочитали какой-то фрагментик, небольшой фрагмент из его книги, но не совсем из его книги, да, то есть вы помните, что мы читали конспект Йомтова Фалакеры, который он сделал на иврите, читая оригинал книги, которую написал Слома и Бангбероль на арабском языке. А перевод полностью этой книги есть на латинском языке, называется он «Фон Святай», и эта книга более полная дает нам представление о том, что, собственно говоря, создал Слома и Бангбероль, но, в общем-то, вот этот конспект Фалакеры дает достаточно адекватное представление о том, кто это произведение из себя представляет. Ну и мы с вами об этом поговорили. Можно, конечно, было бы продолжать читать Мекор Хаим, источник жизни, да, так называется это произведение, по-видимому, так называется это произведение, но ввиду целого ряда соображений, в том числе некоторые, в общем-то, сложности этого текста, мы, наверное, ограничимся тем, что мы уже почитали, и больше Мекор Хаим читать не будем. И, как я говорил, сегодня мы поговорим немного о философской поэме Слома и Бангбероля, которая называется «Кетер Малхут», которая была написана на иврите, то есть это в каком-то смысле для X-XII века. Это как бы исключение, у нас большая часть философских произведений, не большая часть, а подавляющее количество произведений написано на иврите в арабском, и вот есть такое удивительное явление, как философская поэма. По сути дела, она является, ну, может быть, даже единственным в таком роде произведением, где Шлоума и Бангбероль выступает и как поэт, и как мыслитель одновременно. Ну, и мы не будем тоже читать все это произведение, но немножко о нем поговорим. Я вот поделился экраном. Надеюсь, все видно. Значит, эта поэма состоит из сорока таких фрагментиков, главок маленьких, и если говорить о ее структуре, то она выглядит следующим образом. Здесь есть некое своеобразное предисловие поэтическое, ну, оно более-менее похоже у многих авторов, да, «Молитве моей будет польза человеку, ибо в ней на учение прямоте и заслуга я возвещу в ней чудеса жилого Бога, краткой и без длиннот, и помещу ее во главу моих хвалений и назову царской короной». Это, собственно говоря, некий стишок такой, да, и он действительно написан с рифмой. Остальная поэма написана ритмической прозой, а не в рифму. И это, в общем-то, жанр, очень распространенный как раз в арабской культуре. Так вот, этот стишок я сюда не включил в структуру, да, есть введение. Введение, мы его прочитаем с вами, это первая главка «Хвала, признание Бога хозяином всего», мы ее с вами прочитаем. Дальше главки со второй по девятую, они на самом деле являются перечислением атрибутов Бога, по сути дела, примерно в том духе, в котором это было принято, тоже скорее в теологии арабской. Это единый, существующий. Помните, мы говорили о том, что, например, о Сааде Гаона существующий не является атрибутом, а Бахья Ибн Пакуда как раз считает это тоже одним из атрибутов. Живой, великий, всемогущий. Ну и то, что немножко удивляет и делает перечисление Ибн Гвероля не совсем стандартным, это то, что он говорит о том, что Бог является еще и высшим светом и господином всех господ. Вот эти два атрибута, они не являются стандартными, ну а мудрый тоже является достаточно стандартным. И вот эту девятую главку про мудрость мы с вами тоже прочитаем. Дальше, после того, как он перечисляет вот эти самые атрибуты, то есть сначала хвала Богу и так далее, потом его атрибуты, а дальше он описывает универсум. Универсум он описывает тоже на основе тех представлений, которые являлись базовыми для XI века. Это Земля и 10 у него небесных сфер. Ну не у всех есть 10 небесных сфер, есть точно 7 небесных сфер, есть в некоторых вариантах 9 небесных сфер. Он добавляет еще и десятую. Десятая сфера – это сфера непостижимости Бога. А вот эта девятая сфера, которая является сферой объемлющей. Это тоже стандартная картина. Что-то объемлющее – Галгаль Гайоми. Так он почему-то называется, потому что он как бы запускает движение всех остальных сфер. И интересно здесь то, что двигается Шломай Бангероль не сверху вниз, а снизу вверх. Он начинает с Земли и дальше описывает различные сферы, доходя до вот этой самой десятой непостижимой.